здравствуйте друзья хотел с утра поделиться соображением таким мы живем в удивительное время когда каждый человек но вот каждый практически имеет доступ к сети к компьютеру или там какому-то устройству с помощью которого можно написать что-то в сети можно снять видео я думаю скоро может быть там спичечные коробки там зажигалки будут видео снимать если уж так другого ничего под рукой нет хотя в принципе сотовый то есть уже уже можно вполне приличное качественное даже достаточно качественное видео снимать там хорошим с хорошим разрешением и вот что мы знаем о том что было допустим там 2000 лет назад безусловно есть источники с которыми историки работают тут даже вопрос нет мы как бы не будучи историками не работая там по архивам мы не можем даже представить себе всего того богатства информации которая которая существует даже о событиях вот написанных в те времена но все таки вот мы мы что знаем но вот в силу там скажем религиозных каких-то вещей вот есть там евангелие да вот они там рассказать ветхий завет есть новый завет вот какие-то истории люди рассказывают там можно как бы соглашаться или не соглашаться когда речь идет о степени там вдохновенности таскать бога вдохновенности или просто люди живые писали или там еще что-то это это отдельное мы даже не идем в эту сторону я просто говорю о том что сегодня каждый из вас может взять и написать и наговорить снять видео там текстом вот евангелие такое свои свидетельские показания о том времени в котором мы живем и я думаю что прелесть этого состоит в том что все это субъективно в этом смысле мы ничуть не отличаемся от тех кто это там записывал 2000 лет назад может быть больше чем 2 там и 3 и 4 далее по на папирусах люди писали и они тоже были субъективны пошли живой человек он субъективен но папирусы даже те которые сохранились значит их еще расшифровывают но дай бог здоровья тем кто расшифровывает на наверно они хорошо расшифровывать я надеюсь но насколько там сохранилось тех папирусов давайте даже даже из того что писалось а сейчас смотри что творится и вот мы все фактически летописцы живописцы того времени в котором мы живем и как бы я хотел посмотреть вот сейчас на видео или может быть прочитать то что написали бы мои родители когда были молодые и дедушки бабушки и и прадедушки и прабабушки которых я не видел никогда то есть дедушка бабушка еще хоть как-то помню хотя дед умер я совсем маленький был не было лет пять но так какие-то воспоминания остались совсем сложный что добавь больной был у него был инсульт он в общем в таком был состоянии тяжелым так что эти не остается в памяти а сейчас остается и даже вот например книгопечатание вот это компьютерное написал что-то не знаю в блок там положил картинки поставил кнопку нажал вот тебе книжка ну надо ж так вот сейчас где-нибудь долларов за 50 можно просто издать отдельную книжку конечно если вы там тираж возьмете там тысячу экземпляров может быть она будет стоить не 50 тогда только 12 там или 7 я не знаю но сделали книжку поставили на полочку с фотографиями с историями меня восхищает светина мама на 22 года рождения да вот 93 года было недавно в мае месяце 93 года и последние несколько лет она села записывать историю жизни их семьи вот когда мы со светой были в киеве два года назад с маленькой копеечка чуть чуть больше двух лет назад мы пошли по тем местам погулять посмотреть которые свечина мама описала вот в этом мемуаре как они жили когда она была девочкой в 30-е годы я там даже кое-что рассказывал но светом больше рассказывала на видео которые вы там снимали показывали эти места и вот хорошо что пати человек в силах и хорошо что есть техническая возможность вот у нее компьютеры она там писала несколько лет эту историю и фотографии у нее нашлись и она написала и по-русски и по-английски потому что в 30-е годы они жили так что двоюродные сестры двоюродные сестры светиной мамы жили вместе с ними в их семье потому что родители погибли и воспитывались вместе а потом они уехали сразу после войны они были замужем за польскими евреями которые уехали в польшу потом в америку и в общем они в америке давно уже там два-три поколения прошло то тех сестер уже не осталось двоюродных а вот есть их дети они живут в мэриленде и удалось их найти когда только 25 26 лет назад они приехали нашли пошли библиотеку нашли старые телефонные книги знали что в мэриленде но больше не знали ничего фамилию знаю и вот нашли телефонные книги тех лет и там был телефон и телефон сохранился вот представьте себе что телефон с 50-х годов у людей сохранился до начала 90-х и и вот их так нашли это была отдельная история совершенно так вот она еще и по-английски эту историю написала с фотографиями со всеми делами то что сохранилось то что удалось там через войну через все дела и и до америке довести вот она сделала эту книжку напечатала несколько экземпляров и им туда послала мы все думаем надо съездить к родственникам мы их никогда не видели да в общем вот вот такие времена поэтому я думаю что очень многое еще предстоит решить в том как этому всему развиваться в частности вот вопросы безопасности вопросы ответственности вопросы легальные связанные вот и с такими вещами как буллинг и харассмент и дефамейшенов корректируем там и так далее это все это все должно как-то разрешиться в новых условиях потому что сложно это слишком слишком новое все вот но в общем и в целом такой вектор мощный и я честно говоря поражаюсь тому что надо же вот мы жили когда-то но вот я мальчиком был там я не знаю у нас был телефон это было такое счастье вообще вот в москве знаете там где казалось бы там много всего да вот у нас был телефон так это мы через военный коммутатор то есть там была воинская часть где отец служил и вот через их коммутатор у нас был телефон 60 а потом мы жили уже когда сами у нас была квартира своя это восьмидесятые годы у нас не было телефона в доме то есть понимаете вот мы жили в мире вот я отлично помню мир вот мне было там мы уезжали оттуда мне было лет 30 там 4 в 34 года у меня не было телефон дома мы выходили на улицу и там в соседнем доме был телефон автомат там возле парадного вот мы туда ходили а потом этот такой же телефон автомат установили в нашем подъезде уже можно было не выходить а знаете зимой ты как тем более там приходишь к этому телефон автомату а там допустим стоит пара человек во первых не разболтаешься во вторых это подмерзнешь там постучишь и я все это помню как вчера ну то есть так не помню а когда начинаешь вспоминать так помню и как бы в памяти встает вот я вам сейчас рассказываю я не специально плана не составлял так от балды значит вдруг вспомнилось и вот мы в этом мире жили ты смотри телефона не было еще еще не на сколько там прошло 25 лет прошло не было телефона я думаю что многие из вас это помнят прекрасно вот это время я уже не говорю там про коммуналке и там и другие всякие вещи интересны я помню знаете что когда цветное телевидение появилось в ссср телевизор цветной стоил чудовищные деньги вы себе даже представить не можете как много это было это было 1200 рублей или там 1250 был телевизор рубин цветной там был первый цветной телевизор это было что-нибудь я думаю сейчас я скажу в районе года 70 вот вот примерно так примерно 70 может быть 71 я не помню я помню пришел в новую школу перешел это был 71 год вот математическую и у нас там был мальчик армянин и и вот я пришел к нему домой и у них был цветной телевизор это я я в первый раз жизни увидел работающий цветной телевизор это был где-нибудь 71 72 год но это было очень дорого потом они подешевели уже стали стоить там 600 с лишним рублей но но все равно это было очень дорого хотя вот этот уже мои родители тогда приобрели и вот как-то на так а цветные передачи трансляция цветная осуществлялась несколько часов в день это не было вот все подряд цветной а было там по чуть-чуть и я уже был взрослым парнем слушать но хотя 40 лет прошло правда как прикольно то неужели так ну да в общем чё сказать и вот на глазах у одного поколения понимаете от состояния когда телефон был проблемой вдруг мы попадаем вот-вот в тот мир в котором мы сегодня живем я просто с затаенным дыханием думаю боже что же будет еще лет через 10 я даже представить себе невозможно я не знаю знает ли кто-то но наверняка наверное никто а так может предполагают люди которые этим занимаются но но представляете о чем речь идет автомобили без водителя а смотрите как интересно не стоит дроны которые там подлетают и товар сбрасывают там тебе на backyard или там к крылечку дрон может и крылечку в принципе в общем интересные времена настают очень интересны так что друзья я хочу нас всех поздравить с тем что мы живем в удивительном мире если бы например там 40 лет назад даже 30 лет назад вот этот мир был бы описан в каком-нибудь фантастическом романе то автору так дружески похлопывая по плечу друзья говорили бы но мужик но такой полет фантазии это вообще что-то это это даже вот но да даже для фантастики чересчур будет давайте и вдруг а вот она реальная руку протянул даже даже вот на самом деле камеры gopro вот я сижу у меня перед глазами там она с экранчиком таким маленьким и вот мы едем разговариваем и даже такая маленькая камера которая вроде бы как и не стандартная камера мой мой первый фотоаппарат был чайка как там там с каким-то номером наверное не помню маленький такой фотоаппаратик чем-то вот он напоминал вот эту камеру gopro хотя был чуть-чуть побольше и пленка была такая стандартная на 36 кадров а это это чайка резала кадр пополам то есть там получалось не 36 а на той же пленки 72 и вот получались такие маленькие кадры соответственно при распечатке фотографий но все что было больше там 9 на 12 уже там качество страдала сильно и вот там у меня был такой первый фотоаппарат и он был черно-белый тогда цветная съемка это было на уровне искусства это большие профессионалы тогда делает цветные фотографии а мы сейчас в мире цветного цифрового с таким high definition все дела вот и сейчас там 4k хорошо да ребята я у меня нет бокала в руке но я право хочу сказать что вот за такое стоит купить это это здорово я думаю что еще какие-то социальные технологии должны пойти в гору то есть и сейчас уже и сегодня трудно скрыть правду например там скажем власть придержащим если они хотят ее скрыть потому что вот влияние на общество большое с точки зрения информации доступности информации наверно какие-то формы возникнут управление обществом технологические или там базированные на технологиях я не имею ввиду кнопку нажать чтобы проголосовать там это понятно а что-то такое более кардинальное вот но я надеюсь мы еще увидим мы еще такое увидим о чем сегодня даже представить не можем так я очень надеюсь я очень надеюсь аж там про молодняк-то и и говорить не приходится так что им еще не один раз там взрыв мозга предстоит так что вот так ля-ля-ля-то поля а я уже на работе ну и соответственно пойду на работу у меня как раз группа новая начинается это всегда очень такой волнительный момент хотя я последнее время как бы перестал удивляться они все приходят они уже нас знают они знают меня потому что смотрят видео они знают софию они знают наших педагогов потому что они всем периодически мелькают на наших видео сейчас вот жанна приобрела популярность рассказами о том как она там перекресток пересекала и ей палец показывали и там как она первую работу нашла в америке и так далее то есть вот их теперь тоже узнают так что вот пойдем учить наших знакомых виртуальных счастливо ну